а теперь друзья мои перед вами предстоит самостоятельная работа причем одно из самых любимых моих упражнений это тоже упражнение она называется линия жизни возьмите пожалуйста чистый лист бумаги и расположить его в альбомной раскладке в нижней части листа нарисуйте жирную линию и это будет линия времени шкала времени а сначала линия вот если мы возьмем вот здесь эту точку вот здесь эту точку то это будет да там наверное давайте возьмем не будем брать далеко в детство это осознанная ваша жизнь например институт вот первый курс института и по сегодняшнее время вот а на самом конце нарисуйте стрелку у смотрящий туда в будущее вот так мы и сделаем дальше в левой части листа нарисуйте стрелку в ленью вверх по всей длине я вам предлагаю несколько опций вот смотрите прежде чем мы разберемся с названием этой стрелки давайте закончим с цифрами пересечении этих стрелок вот но но в точке от которой они выходят эти два луча это точка ноль а если мы наверх будем идти то это будет возрастание от нуля до ста процентов мы будем смотреть шкалу от нуля до ста процентов как раз эта шкала вам и покажет на этой шкале что происходит вот от нуля до ста процентов я теперь говорю вам о следующем друзья мои у вас у каждого свои разные представления о жизни и разные требования к жизни поэтому выберите то что нравится исключительно вам вот например качество жизни успешной жизни может быть радость может быть богатство все что угодно и попробуйте оценить вот я например делаю это упражнение я его переговор периодически регулярно называется уровень счастья вот я для себя беру шкалу уровня счастья вот вспоминаю снова откладываем верхней точке нижней точке смотрю пиковые моменты моей жизни именно для этого собственно говоря ваша задача и предстоит когда вы закончите это упражнение а вам нужно вспоминать все свои моменты жизни и на линии времени откладывать по уровню счастью где вы находились верху или внизу поступили в институт круто выгнали с института плохо познакомился с девушкой чудесно расстался там и так далее и того подобного и вот вы будете вести такой график когда вы закончите это все пожалуйста посмотрите о том какой получился ритм если в нем какие-то закономерности если что то что вам напоминает какие-то циклы в каком цикла вы находитесь сейчас посмотрите дальше кори а если карьерный ритм или ритм занятий вашим бизнесом это очень глубокое упражнение уделите больше внимания тому чтобы проанализировать тот полученный результат который у вас есть какие-то жизненные циклы ведь на самом деле переживая эмоции от прошлых ваших событий вы заряжаетесь да есть и моменты когда нам не очень хорошо и не очень хочется так сказать вспоминать эти моменты ну что ж ничего страшного вопрос другом задача следующем ваша задача вспомнить то самое главное что было в вашей жизни да надо понять почему вы взлетали и почему вы так сказать приземлялись и что вам помогало после приземления вновь подниматься наверх и